небольшой экскурс вот в этом направлении специалисты helpdesk какие курсы там существуют и для чего эти курсы вообще говоря рекомендуется послушать давайте вот как я хочу поступить вот для того чтобы сейчас работать на этом семинаре я как всегда сделал презентаж очку формате powerpoint я эту я эту презентаж очку естественно всем вам предлагаю забрать те кто находится непосредственно вот здесь сейчас в этой аудитории могут забрать ее по сети мы все это можем сделать где-нибудь там поближе к окончанию нашего семинара те кто находится от нас далеко я эту презентаж очку положил в облако сейчас я адресочек этого облака отображу но те кто находится здесь естественно в любой момент времени все это увидят те кто находится далеко вы пожалуйста но я не знаю не переписывайте может чтобы ошибаться сфотографируйте этот путь придете туда в это облачко на яндекс диск и презентаж очку мою оттуда сможете забрать я эту презентаж очку сделал и вот то что собственно относится вот давайте скажем к рекламной части нашего курса какие курсы входят в направлении helpdesk и так далее все в этой презентаж очки есть могу убрать всех сфотографировали ну все вы естественно тоже можете в любой момент времени туда сходить где-то в течение месяца я это убирать оттуда не будет пусть лежит можно с облака можно с моего компьютера забрать я вам потом расскажу где это лежит на моем с облако естественно можно прямо сейчас так вот с облака это неправильно из облака как-то с облака это ну не по-русски так убрал глаз давай так вот коллеги вот здесь вот большая часть вот этой презентаж очки которую я создавал посвящена вот это направление которое техническое обслуживание ремонт персонального компьютера специалисты helpdesk готовятся так вот в это направление ходит множество курсов начиная курсов которые посвящены установке операционной системы настройка операционной системы windows 8 windows 10 базовые возможности настройка операционной системы windows 8 windows 10 расширенные возможности 2 короткие курсика где вы научитесь собственную операционную систему устанавливать настраивать ее использовать основной курс вот этого направления это курс который называется техническое обслуживание ремонт персонального компьютера вот это действительно основной курс где мы занимаемся именно обеспечением работоспособности технических средств наших с вами компьютеров мы знакомимся с техническими средствами их особенностями основными характеристиками учимся правильно собирать подбирать и так далее и так далее так вот для того чтобы сейчас вот на это описание на эти слова много времени не тратить я предлагаю вам посмотрите пожалуйста эту часть презентации где-нибудь там на досуге сами договорились или же вы приходите на сайт специалиста есть ссылочка направление специалистов подробнейшим образом вам все это на сайте рассказывал так вот чё ж таки нам с вами будет более интересно не вот эту рекламную часть слушать а какую-то конкретную работу какие-то конкретные операции связанные с поддержанием работоспособности персонального компьютера с определением его неисправности здесь посмотреть так вот наша с вами сегодняшняя встреча посвящена такой теме так проверить работоспособность оперативной памяти компьютера коллеги коротенькая встреча всего-навсего 45 минут поэтому очень коротко я надеюсь вы все представляете что такое оперативная память тем не менее оперативная память это одно из основных устройств компьютера в котором во время работы вашего компьютера энергозависимая память написано во время работы вашего компьютера хранятся обрабатываемые процессором данные и программы обработки этих данных то есть здесь хранится эта информация который сейчас вы будучи пользователем используя какие-то программы выполняете на своем компьютере одна из основных частей персонального компьютера сразу вам хочу сказать ну я эту часть компьютера оперативную память называю очень капризным устройством устройство капризное в том смысле что для того чтобы все хорошо настроить получить все 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 возможности вообще говоря об оперативной памяти надо много чего знать и вот это то что надо знать как раз вот на курсе техобслуживания и ремонт мы с вами с этим придете когда-нибудь ко мне будем знакомиться на этом курсе из 16 академических часов теории очень большую часть этих самых академических часов я посвящаю работе с оперативной памятью мы говорим о том что это такое как она физически реализует а типах памяти и так далее и так далее но оперативная память будучи основным устройством как я сказал вещь капризная и как и любое устройство электронное подвержено сбоем каким-то неисправностям вообще физически оперативная память ну коллеги опять-таки наверное большинство из вас это знают просто хотел показать как физически реализуется оперативная память в виде так называемых модули память небольшая печатная платочка видно что там нарисовано небольшая печатная платочка на которой собственно установлены микросхемы памяти и вот эти небольшие печатные платочки модули устанавливаются в соответствующий разъем так вот оперативная память как любое устройство может сбой это вещи очень противно постоянная ошибка вот не работает и все это здорово это можно брать и начинать какие-то там действия по исправлению по ремонту производить а сбой это то что проявляется не всегда то работает то не работает мы с вами работаем бац система наша с вами зависла начали устанавливать операционную систему все идет вроде бы все очень здорово потом бац и ушел и задумался и ушел в себя и будет в себе находиться до дисконечности или во время работы у нас происходят такие спонтанные перезагрузки или же у нас во время работы вдруг ни с того ни с сего там появляются синие экраны смерти вообще различных ситуаций различных проявлений того что не работает именно оперативная память ну вообще говоря очень много и при появлении вот таких вот ситуаций ну например хотя бы тех которые описаны здесь вообще говоря произвести проверку работоспособности памяти но если хотите сам бог велел это одно из первых действий которые я должен начать чтобы выяснить не память ли приводит вот к этим самым ситуации понятно вот для того чтобы проверять работу способность памяти нужно использовать специальные программы специальные программы которые выполняют тесты оперативной памяти вот что очень хорошо и здорово а хорошо и здорово то что вот одна из таких программ один из таких тестов является по сути встроенным в операционную систему средством то есть имея операционную систему я могу соответствующее средство запускать и проверять работоспособность память или смотрите какую ситуацию мы с вами рассматриваем сейчас у меня все штыки жив все штыки операционная система у меня запускается все штыки рабочий стол этой операционной системы я вижу понятно о чем говорю вот тогда мы можем воспользоваться этим средством если операционная система не запускается если рабочего стола нет этим средством тоже можно воспользоваться но как им воспользоваться в этом случае буквально через несколько минут сейчас я не очень понимаю что значит избивался это что значит избивался скажите мне пожалуйста у вас сбился а загружая компьютер с какого-то другого внешнего устройства с какого-то внешнего носителя в биосе мы с вами всего лишь определяем с какого устройства компьютер загружаться в биосе к сожалению нет но по крайней мере я не видел когда я захожу в программу биосы мы что называем мы называем вот о чем мы с вами сейчас говорим сейчас мы с вами говорим вообще говоря не о биосе как таково мы говорим о программе биосетап которая позволяет настраивать работоспособность технические средства нашего компьютера так вот я к сожалению ни в одной программе биосетап не видел возможность вот зайдя в нее запустить тест оперативной памяти может где то есть я не видел это не знаете что этого не существует в этом мире так вот даст при помощи какого-то другого внешнего носителя значит первое о чем с вами сейчас бы запускается когда у нас операционная система все-таки жива и мы до рабочего стола она у нас загрузилась до рабочего стола добраться можем и нам надо проверить хорошо ли устойчиво ли здорово ли работает у нас память или какие-то сборы появляются и вот те ситуации на предыдущем слайде описаны как раз таки из-за оперативной памяти происходит коллеги запустить эту программу в любой операционной системе семерки восьмерки в десятки ну можно по-разному очень просто воспользоваться строкой поиска посмотрите я строке поиска начинаю писать вообще имя нужны мне программы я вот здесь вот беру и пишу просто опера оперативная память просто я хочу сделать презентажки презентажками это здорово сейчас я вот попробую все-таки виртуальную машину с операционной системой windows 10 запустить и вот это то о чем я сейчас говорю реально показать вам как все это дело происходит пусть у меня там виртуалочка грозится пока так вот набрав здесь опера мне показывают что есть в операционной системе средства которая называется диагностику проблем оперативной памяти и соответственно я запускаю эту программу щелкаю сюда в общем случае на экране появляется окошко все понимают о чем я говорю что рассказываю появляется окошко два возможных варианта дальнейших действий выполнить перезагрузку и проверку или же выполнить проверку когда мы с вами когда-то в следующий раз компьютер будем перезагружать то есть операционная система запомнит что мы запланировали такую проверку на следующую перезагрузку ну мало ли у нас с вами сейчас какие-то серьезные неотложные дела и мы с вами вот эту проверочку немножечко мы потом откладываем ну поэтому раз уж мы собираемся оперативную память проверять чаще всего в этом окошке куда щелкаем выполнить перезагрузку и проверку да действительно ваш компьютер уходит в перезагрузку и автоматически у нас запускается программа проверки оперативной памяти вот такое окошко вы увидите коллеги зависимости от того какая у вас операционная система там восьмиловка десятка сама программа она всегда выглядит одинаково другое дело что вы можете ее увидеть либо в англоязычном варианте либо в варианте русскоязычном ну давайте я здесь буду сейчас на русскоязычном варианте дальнейшие комментарии строить выполняется проверка памяти это может занять несколько минут вот здесь у нас прогресс индикатор постепенно будет заполняться проверка оперативной памяти выполняется не быстро проверка выполняется не быстро причем то время затраченное на эту проверку в первую очередь от чего будет зависеть от объема оперативной памяти которая установлена на вашем компьютере от объема в первую очередь будет зависеть и следующее от чего будет зависеть время затраченное на эту проверку от типа проверки которые вы выберете Вот посмотрите, пожалуйста, оказывается, этой программой после ее запуска мы с вами можем управлять. Сейчас виртуальная машина все-таки оживет. Чем мы с вами можем управлять, работая в этой программе? Мы можем выбирать тип теста, тип проверки базовый, простенький, обычный, чуть более серьезная проверка, широкий. Это вообще очень мощная серьезная проверка, но готовьтесь, она проверяться будет очень-очень долго. Так поставите, и всю ночь ваша память, ваш компьютер будет проверяться. То есть можно выбирать тип, можно использовать или используется во время проверки кэш-память вашего компьютера, либо не используется. И количество проходов вот этого теста. Вообще по умолчанию, если я ничего не выбираю, у меня каждый тест выполняется два раза. Два прохода. Вообще говоря, вот этих проходов вы можете запланировать аж для каждого теста до 15. Видите, почему все это? Совершенно правильно. Потому что оперативную память проверять надо, ну действительно, чтобы быть уверенным, что нет проблем именно в этом устройстве, очень тщательно. Это не должно быть такой быстренький проход одного теста. Оперативная память должна войти в свой нормальный рабочий режим, то есть в рабочие температуры и так далее, и так далее. То есть эти проверки, они действительно должны осуществляться не быстро. Понятно, о чем говорю, да? Так вот, можно выбирать вот это все. Как это делается? Когда у нас работает программа, мы с вами можем нажать на клавишу F1. Нажмите на клавишу F1, чтобы поуправлять параметрами этой программы. И когда мы на клавишу F1 нажмем, у нас появится вот такое вот окошко, где мы можем выбрать тип проверки, использовать или не использовать кэш и количество проходов для каждого теста. Значит, коллеги, я здесь вот у себя в презентажке написал, чем базовый отличается от стандартного, и чем базовый, и чем стандартный отличается от расширенного. Вот поверьте мне, если вам очень сильно захочется, вы можете. Я и здесь этого не стал делать. Ну что, просто не засорять свою презентацию? Может быть, для нас с вами сейчас некоторые излишние информации. Вы можете нагуглить, посмотреть в интернете, какие, собственно, конкретные проверки, что делает вот каждый из этих тестов во время проверки памяти. Все это можно, в общем-то, посмотреть. Какие маски, какая информация туда записывается, читается и так далее. То есть, описание всех этих проверок может быть, можно найти. Но мы с вами можем выбирать вот это. Мы с вами, как я сказал, можем использовать или использовать кэш. И мы с вами можем задавать количество проходов, количество проверок. В этом окошке от одного параметра к другому мы перемещаемся, нажимаем на клавишу табуляция. Ну, а используя клавиши там стрелка вниз, уже сами параметры выбираем. Понятно, о чем говорю? Давайте попробую. Что я там писал, помните? О, П, О, П, О, П, Ну, уже достаточно, да? Диагностика проблем оперативной памяти. Выполнить перезагрузку и проверку. Ну, пока она там перезагружается, давайте я дальше вернусь вот сюда, вот в свою презентаршечку. После того, как проверка будет закончена, если она будет закончена, у вас компьютер перезагрузится, и вы получите отчет об этой проверке, результаты. Либо все совершенно замечательно, никаких ошибок не обнаружено, либо вам скажут, что вот такие-то, такие-то тесты, такие-то, такие-то ошибки обнаруживают. Коллеги, обнаружение любым тестом, любой ошибки, это ненормальная работа оперативной памяти. Такую память использовать нельзя. Что с ней надо делать по-хорошему? Поменять. Ну, сейчас насчет поменять, может быть, успею, несколько слов еще скажу. Так вот, в операционной системе Windows 10, я не знаю почему так, вот эта вот окошечка с тем, как завершается работа этого теста, не появляется. То есть, она появляется и очень быстро исчезает. То есть, мы с вами не видим, чему эта проверка привела. Но это в десятке именно. Так вот, в десятке, чтобы посмотреть, как там закончился этот тест, мы с вами можем запустить. Утилиту просмотра событий. Ну, запускать ее проще всего, вот точно так же, как я запускал сам тест. Да, вот здесь пишу в строке поиска. О, прос написал, у меня уже просмотр событий появился. Утилиту просмотра событий запустите, и вот здесь вот в дереве журнала событий, система, полистаете, увидите. Мемори, диагностик, результат. Ну, и там будет написано, ошибка есть или ошибка нет. Если у вас тест не запускается вообще, или у вас после запуска теста система уходит в себя, и вот этот прогресс-индикатор не двигается, это тоже означает, что, это изучает, означает, что у вас действительно есть проблемы с оперативной памятью. Что надо дальше делать? Посмотрите, коллеги, ведь у нас, как правило, не один модуль памяти, да? Чаще всего. Несколько модулей памяти. Дальше надо будет заняться проверкой оперативной памяти поочередной. Поочередной. Вытаскивать. Да. Вытаскивать модули, оставлять там один, и их тестить поочередно. Но, когда мы начинаем вот такую поочередную тест модулей, ведь у нас, собственно, уже операционная система на малом объеме памяти может и не грузиться, да? Помните, мы сейчас с вами о чем говорили? Что у нас обязательно, вот первый наш посыл, все-таки рабочий стол операционной системы появляется. Сейчас перейдем ко второму посылу. Нет рабочего стола, не грузится Windows. И надо проверять оперативную память. Ну, так вот, все-таки, я к чему вернусь? Какие-то проблемы возникли, надо переходить к по модульному тестированию. Если вы на каждом из тестированных модулей видите ошибки, вообще, да, и не такая ситуация. В такой ситуации, как правило, не бывает. Чтобы все модули одновременно вышли из строя. Если у вас на каждом модуле будут появляться ошибки, это значит, что не модули памяти виноваты. А виноват, скорее всего, контроллер памяти. Давайте будет угреть, виновата материнская плата. Контроллер памяти, устройство управления памятью виновата, скорее всего. Понятненько, да? Здесь как можно себя вести? Можно взять заведомо работоспособный модуль, который, не знаю, там, ваш сосед проверил у себя, поставить его в свой компьютер и попробовать запустить тест. На этом заведомо работоспособный модуль, и тест не пошел, значит, виноваты кто? Материнская плата. Материнскую плату не почините дома. Контроллер памяти не восстановить. Тем более сейчас контроллер памяти в состав какого устройства входит? Всех, 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 милости прошу ко мне на курс. Техосложение, ремонт персонального компьютера. Там о процессорах тоже много чего говорим. Контроллер памяти находится в составе центрального процессора. Это функциональный узел в процессоре расположенный. Так вот, коллеги, ну вот это вот некоторые советы, да? Как себя вести, если какие-то ошибки обнаружены? Теперь, вот мы сказали, у нас операционная система сама по себе жесткого диска не запускается уже. Мы с вами этот же тест можем откуда запустить? Ну, у всех у нас, давайте скажу так, у пользователей, нормальных, опытных пользователей компьютера наверняка есть установочный носитель. Тот носитель, с которого мы с вами операционную систему на компьютер установить можем. Есть у вас дистрибутивные носители? А какая разница? А потом, зачем ворованная? Сходил на сайт Майкрософта и официально, последнюю версию, последние десяточки дистрибутив взял, оттуда и забрал. Совершенно бесплатно. Другое дело, что ключа они вам не дадут. Ну, саму-то операционную систему дадут. Ага, здорово. Есть смысл прийти ко мне на курс. Настройка офисных и домашних компьютеров. Установка Windows 8, Windows 10. Здесь базовые возможности. Я вам там расскажу, где у Майкрософта забрать. Совершенно официально, совершенно бесплатно. Этот самый дистрибутив. Еще и носитель создать, флешечку создать. То есть, коллеги, загружаемся вот с этого дистрибутивного носителя. Но те, кто операционную систему устанавливал, те знают, появляется вот такое окошечко. Дальше мы что? Подтверждаем работу с русскоязычной поддержкой. На кнопочку «Далее» нажмем. А вот здесь выбираем не «Установить», а что? Восстановление системы. Окошечко «Выбор действия». Поиск и устранение неисправностей. Командная строка. Так вот, утилита, сама программа, которая запускает проверку оперативной памяти, она называется МДСАС. Вы читайте сами, как она называется. Так вот, запустив командную строчечку, вы вот здесь в командной строке вводите имя этой программы, нажимаете на клавишу «От». То же самое и запускается. То, что мы с вами только что видели. Откуда запускали? И самой операционной системы. Понятно? Дальше будет все то же самое. Это понятно. Это мы с вами сейчас говорим об этом стандартном средстве, которое входит в состав самой операционной системы. Кроме стандартных средств, есть еще много различных программ, позволяющих тестировать оперативную память. Вот я вам могу посоветовать, причем, что самое тесное, если вы, воспользовавшись интернетом, какой-нибудь там в поисковичке запросы ведете, как проверить работоспособность оперативной памяти, уверяю вас, первое, на что вы получите ссылки, вот это на эту программу, которая называется МАМ-тест 86. Это один из самых распространенных, совершенно бесплатных тестов, которые мы совершенно бесплатно можем из интернета получить. Очень распространенный, очень хороший тест. Вообще, я вам могу сказать по секрету, что я в своей практике встроенной утилитой пользуюсь крайне редко. Если мне нужно проверить оперативную память, я все-таки не встроенную утилиту использую, а вот этот тест... А? Родную. Ну, который видится. Нет, вот я как раз говорю, что я чаще использую не виндезовскую, а вот именно вот эту МАМ-тест 86. Еще с давних, с давних времен. Так вот, вы эту программу можете совершенно бесплатно получить вот с этого сайта. Вы, когда на этот сайт придете, вы там получите вот такой хороший сайт, там описание, что происходит. Чуть-чуть вниз по сайтику, по страничке опуститесь и увидите вот такой список. Значит, мы можем оттуда скачать что? Либо из образа оптического диска. Из образа оптического диска, но все это в формате zip-архива нам дается. Либо вы можете оттуда скачать программу. Запустив которую, вы создадите загрузочную флешечку. Понятно, о чем я говорю? Либо ISO образ, либо программу, создающую загрузочную флешечку. Давайте я вам покажу, что вы получите, если скачаете. Вот я это скачивал не далее, как вчера. Вот это вы получаете zip-архив, в котором и собраз. Вот это вы получаете zip-архив, в котором программа создания флешечки. Вы это распаковываете, у вас папочка, в которой и собраз лежит. Берите, записывайте на болванку, если вам хочется с болванкой работать. Наверное, не самый правильный способ, да? Все же таки болванка, это уже такой устаревший тип носителя. Или вот вы получите программу, запустив которую, вы сможете создать загрузочную флешечку. И с этой флешечки будете запускать компьютер-служие. Вот тот самый внешний носитель, о котором мы с вами говорили. Вы запускаете эту программу, все очень просто. Здесь надо просто соглашаться со всем тем, что нам предлагают. А потом заходите в программу биосетап и перестраиваете биос на загрузку с этой флешечки. Умеете? Те, кто скажет не умею, я скажу то же самое, что говорил уже сегодня много-много раз. Приходите ко мне на курс и я вас этому всему научил. И вот курс, который будет называться настройка операционной системы Windows 8, Windows 10, но сейчас мы говорим в основном о десятке базовой возможности. А для семерки конец? Конец. Для семерки вам никто просто так дистрибутив не даст. Тоже можно. Тоже можно. Но чтобы семерочные скачать, у вас должен быть ключ продукта. А не просто так без ключа дают. Десятки-то они без ключа дают, да? В свое время, когда-то начиналось, вообще его просто так дают. Ну так они просто так дают. Ну не просто так, в итоге. Давайте вот мы сейчас с вами это обсуждать не будем, приходите ко мне вот на те курсы, которые там вот в конце этой презентарчки прописаны, и обо всем об этом там будем говорить. То есть загружаемся с этой флешечки, автоматически стартует тест. Прекрасный тест оперативной памяти, поверьте мне, ММ-тест 86. Этот тест будет состоять в итоге из 10 тестов. То есть сам тест состоит как бы из 10 отдельных тестов, которые последовательно один за другим выполняются. Вот здесь на этом слайдике написано тест 6 идет, да? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, тратиты, десятый выполняется как бы первый проход вот этого цикла заканчивается, и если ошибок нет, вам пишут, что проход, цикл, состоящий из 10 тестов, закончен, что ошибок не обнаружено, вот в моем случае, да? Но тест при этом не заканчивается, начинается второй цикл, третий, и этот тест будет до бесконечности работать, пока вы не прекратите его, нажав на клавишу. Escape. Завершение. Нет. он потому и организован вот так, потому что, как я уже говорил, память надо проверять тщательно, надо пойти в нормальный температурный режим, то есть все должно быть так, как при нормальной работе, все должно быть приближено к боевым условиям. Если во время проверки этот тест обнаруживает ошибки, вы получаете сообщение об этих ошибках в виде вот таких вот красных строчечек. Коллеги, ну по-хорошему-то вообще говоря, можно сейчас брать и оценивать, что в каждой из этих строк написано. Я что хочу сказать? Вот что я могу подчеркнуть из этой строчки? Какой тест? Тест под номером 3. На каком цикле? На самом первом цикле, но на любом проходе, как только я его запустил. нашел ошибку адрес сбойной ячейки памяти в 16-ти речном виде, адрес сбойной ячейки памяти в 10-ти речном виде. Что должно быть в памяти? ГУД. Что реально появилось в памяти? БЭТ. Номер сбойного битика, количество таких ошибок. Вот это здорово. Но это очень для меня важно. Так вот, красноты быть не должно. А если появляется краснота, коллеги, мы все равно с вами с точностью до микросхемы на модуле памяти вот эту конкретную сбойную микросхему не поменяем. Да это не надо. мы работаем с оперативной памятью с точностью до какого элемента? Типовым элементом замены кто у нас является? Вот этот самый модуль. А дальше, если есть ошибки, что будем делать? Опять начнем по модульное тестирование. Будем оставлять один и его проверять. Так, нет? Замечательный тест. Рекомендую. Ну, а это то, о чем вы сами без меня почитаете. Теперь еще один такой момент. Так, ну у нас всего две минуты осталось. Еще один такой момент. Вообще вот об этом моменте сейчас скажу то же самое. Гораздо подробнее будем говорить, когда будем заниматься оперативной памятью на курсе техобслуживания ремонт компьютера. Это совсем другая презентажка. Вот просто в качестве такого совета хочу дать. Ведь сейчас современная память я почему говорю это вещь капризная. Капризность ее состоит еще и в том, что один и тот же модуль памяти от великолепного производителя, который дает вам стопроцентную гарантию его работоспособности. А если вдруг не работоспособен в течение всей жизни, в течение всего срока, то есть будет вам его менять бесплатно. Так вот, такие замечательные модули, они на одной материнской плате могут работать, а на другой нет. Существует проблема, которая называется совместимость модуля памяти с материнской платой. И изготовители материнских плат дают нам с вами в описаниях этих плат. или же на сайтах своих производителей этих плат так называемые списки совместимых модулей. Коллеги, вот такой примерчик, просто как кусочек такого списка. Они говорят, что я вот этот модуль взял и проверил на совместимость, на работоспособность с этой материнской платой. Если вы не хотите иметь проблем, это как дополнительный совет к нашей тематике проверка работоспособности. Конфигурируя оборудование вашего компьютера, выбирайте модули памяти, которые здесь в списках совместимости указаны. Тогда вы имеете полное право в случае какой-то неработоспособности пойти и бесплатно его поменять. А если вы приходите и говорите, что у вас не работает вот этот модуль, продавец, который вам его продал, вставляет его в свой компьютер, и он у него в любое время, в любой продолжительности работает и работает, работает, продавец имеет право сказать, а зачем ты ко мне пришел? Я тебе продал совершенно замечательный модуль. Понятно? Обращайте внимание на эти списки совместимости, чтобы не создавать лишних проблем. Вот это, к сожалению, все, что я мог в течение нашего совсем-совсем небольшого семинара вам рассказать. Значит, сейчас, 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 коллеги, слушатели вебинара, работающие с нами, в режиме онлайн, то есть вебинаристы. Всем вам большующее спасибо, что вы нашли время пообщаться, ну, в основном меня, послушав сегодня. Я сейчас вынужден, к сожалению, нашу с вами трансляцию прекратить, потому что где-то там сейчас в 18 часов в другой аудитории начнется другой, какой же семинар. мне надо сервер освободить. Так вот, с вами я прощаюсь, я надеюсь, что вот этот адресочек, ссылочку на облачко вы забрали и презентажку эту мою сможете там скачать. Значит, я с вами прощаюсь, спасибо за внимание, я трансляцию вебинара останавливаю. Спасибо.